Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет презентацию птицей Арктики. В северном полушарии между побережьем Северного Ледовитого океана и зоной хвойных лесов лежит безлесная тундра. Здесь летом тепло, круглые сутки светит солнце, а зимой ледяная стужа и стоит полярная ночь. Такие резкие контрасты могут переносить лишь белые куропатки и полярные совы. Большинство птиц, которые выводят здесь птенцов полярным летом, когда корма в изобилии, прилетают весной, а как выпадает снег, тянутся на юг в умеренные широты. Так ведут себя ржанкообразные кулики, чайки, чистики, гуси, утки и некоторые певчие птицы. Птичьи базары нередко насчитывают миллионы гнездящихся пар. Очень крупные птичьи базары встречаются на Шпицбергене, Новой земле, земле Франца и Осифа, Командорских и Курильских островах. Наиболее массовые обитатели базаеров – кайры, крупные белоснежные чайки, еще более крупные серые олуши, тяжелые пестрые гаги, большие белоснежные маевки, легкие крачки в черной шапочке, а также люрики, чистики, тупики, топорки, иногда даже глупыши и бакланы. Такое огромное количество птиц может поселиться в одном месте, в тесноте да не в обиде, потому что разные виды птиц гнездятся на разных участках. Первым живым существом, которого увидели на макушке планеты-полярники дрейфующей станции Северный полюс-1, был чистик – небольшая морская птица. Это была сенсация, вспоминал начальник станции Иван Дмитриевич Папанин. Чистик – он из водоплавающих, встречается обычно на побережье Ледовитого океана, а тут вдруг попал на полюс. Радовались мы, на полюсе есть жизнь, должен же чистик чем-то питаться. Летом еды чистику вполне хватает и на полюсе, была бы только полынья, куда можно нырнуть. Его добыча – различные моллюски и ракообразные, рыбьи мальки. Под водой чистик передвигается с помощью крыльев, а если кормится на мелком месте, то у самого дна гребет лапками. Чистиковые – это морские птицы, относящиеся к отряду ржанкообразных. Их отличительной чертой является преимущественно черно-белая окраска оперенья. Они малочисленны по видомовому разнообразию, всего 22 вида. Длина тела от 15 до 50 сантиметров, масса от 80 грамм до 1,5 килограмма. Птицы этого семейства создают пару на всю жизнь. В их кладках не более двух яиц. В воспитании потомства участвуют оба родителя. Живут они огромными колониями. Основной период жизни чистиковые проводят в открытом море. Рыба же теплых морей для чистиковых слишком быстра. Чистиковые малоизучены из-за трудного доступа к местам их гнездовий. Гнездятся они на скалах морских побережий. Им совершенно безразлично, на какой высоте находится их гнездо, но им нужно укрытие. Предпочитают они гнездиться в расщелинах скал, на каменных россыпях. В арктических морях самым многочисленным видом чистиковых птиц является толстоклювая кайра. На суше кайра передвигаются с трудом, их лапы с перепонками для этого не приспособлены. Но в воздухе и при подводном полете они выполняют функцию рулей. Еще перепонки лап, пронизанные кровеносными сосудами, служат отличным нагревательным элементом при насиживании яиц. В арктических широтах основным кормом толстоклювых кайр является пеларгическая рыба, чаще всего сайка, и мелкие ракообразные. В погоде за кормом кайры способны нырять на большие глубины, значительно превышающие 100 метров. Но чаще всего скопления доступной пищи они находят в менее глубоких слоях воды. До сих пор не ясно, каким образом кайры опознают добычу при отсутствии света на больших глубинах или в поверхностных водах полярной ночью. Исследования строения глаз кайры показали, что они не приспособлены для ночного зрения. Специальными экспериментами было показано, что сместившееся по дуге в пределах диаметра 50-70 см яйцо птицы способны опознать как собственное. А яйцо, которое выкатилось за эти пределы, птицы не могут признать своим и бросают его. Птенцы спускаются на воду, еще не способные к полету. В холодные сезоны, чтобы добраться до открытой воды, им приходится совершать продолжительный переход по ледовым полям. В этом полном опасности предприятие их сопровождает и защищает самец, потому что с момента приводнения слетка он берет на себя всю заботу о нем. Люрики тоже чистиковый вид. Они являются настоящим украшением Арктики, оживляя ее приморские районы своим многоголосьем. Способ коммуникации, которому прибегают люрики, это постоянная вокализация. Птицы беспрерывно издают пронзительные трели, по которым достаточно легко обнаружить их колонию. Закрытый способ гнездования и чрезвычайно высокая социальная активность птиц обуславливают значительные сложности при подсчете птиц в колониях. Общая численность люриков в Арктике может быть оценена в несколько миллионов особей. Люрики хорошо плавают и ныряют, облавливая плотное скопление пеларгического рачка колянуса. Он насыщен жиром и является высококалорийным кормом. На колянус очень мелкий, и люрики вынуждены ловить его до тех пор, пока подъязычный мешок полностью не наполнится. Специальных приспособлений для массового отлова рачков у люрика нет. Вероятно, птицы набивают добычей подъязычный мешок, схватывая рачков по одному. Отсюда следует, что подобный способ охоты может быть эффективен только при очень плотных скоплениях добычи. Добытых рачков люрик приносит птенцам в этом подъязычном мешке. С помощью таких выростов на небе он удерживает рачков колянусов при поимке. Крылатая королева полярной ночи – это, конечно же, белая сова. Одна из немногих пернатых и единственный крылатый хищник, способный зимовать в высокой Арктике. Пушистое, густое оперение хорошо защищает ее от морозов, от ветров. Она прячется под обрывами или в других естественных укрытиях. Сова способна выдерживать многодневные голодовки. Практически совершенный сильный и маневренный полет позволяет ей легко преодолевать большие расстояния, если добычи маловато. К осени совы накапливают значительные запасы подкожного жира. Это позволяет им успешно выживать в условиях полярной зимы. Правда, они не могут самостоятельно добывать леммингов из-под снега. И потому либо откачевывают к местам зимовки зайцев и куропаток, на которых они тоже успешно охотятся, либо выходят на большую дорогу. Решившаяся заняться грабежом сова с расстояния в 200-300 метров внимательно следит за охотящимся песцом. Как только песцу удается поймать под снегом лемминга, она внезапно бросается в атаку. Песец либо убегает, бросив добычу, либо поворачивается к сове с открытой пастью, готовясь дать отпор. Но сова не вступают в конфликт, она просто хватает лемминга и быстро улетает. Взрослая сова за день съедает от 3 до 5 леммингов, весом до 90 грамм каждый. Впрочем, когда грызунов бывает мало, сова может начать охотиться и на птиц, в том числе таких крупных, как гаги или белые куропатки. И даже если получится, на крупных рыб. Стоит одной сове заметить где-то скопление леммингов, к этому месту быстро слетается большое количество друзей и родственников. У совы есть одна интересная особенность. Полярная сова никогда не охотится вблизи своего гнезда. Всегда отлетает как минимум на километр. Поэтому сообразительные птицы охотно селятся поблизости от сов. Лучшей охраны от других хищников им не найти. Один из классических представителей Арктики – небольшая чайка-майовка. Нередко ее еще называют трехпалой чайкой, полностью развитой только три пальца, или черноногой говорушкой. Но в российской орнитологии прижилось ее поморское название – майовка. Получила она его на Мурманском берегу Кольского полуострова, где в пищевом смысле тесно связана с Мойвой. В арктических районах Баренцева моря Мойва появляется нечасто, и майовки добывают там себе иные корма. В колонии для майовок характерно демонстративное поведение, которое нередко тут же переходит в скандалы между соседними парами. Говорушкой ее тоже прозвали не зря. В колонии птицы ведут активный образ жизни, постоянно кричат и конфликтуют с соседями. В холодные сезоны, когда пространство вокруг колоний, майовок забито льдом, им приходится тратить гораздо больше времени на добычу корма. Птенцам достается корма значительно меньше, и в колониях проявляется феномен социально обусловленной смертности. Птенцы сражаются за доступ к пище и побеждает, как правило, наиболее сильный и агрессивный птенец. В настоящее время в российском секторе Арктики численность майовок может достигать миллиона особей. Но настоящим символом Арктики является все-таки другая чайка – белая. Из всех видов морских птиц именно она наиболее тесно связана со льдами. Она может нормально размножаться как в колониях своего вида, так и отдельными парами. Белая чайка – вид всеядный. Среди льдов море она добывает зайку ракообразных, активно кормится на трупах животных, подбирает остатки пищи белых медведей. Нередко птицы посещают и свалки у жилых поселений. Существуют вполне реальные угрозы для белой чайки. В первую очередь хлороорганическое загрязнение. У белых чаек уровень содержания этих химических соединений – один из самых высоких среди птиц Арктики. Одной из возможных угроз для белых чаек может оказаться и фактор потепления арктических районов. В силу этих причин вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и Красный список Международного союза охраны природы. Численность белой чайки в последние годы в российском секторе Арктики была определена в 11-13 тысяч пар. Представители буревестников – глупыши. С помощью длинных и узких крыльев продолжительное время они могут парить в воздухе над морской поверхностью. В полете ведут поиск крупных скоплений зоопланктона. Попутно используют в пищу и другие объекты, включая отходы рыболовного промысла. Своим клювом, загнутым острым крючком, они способны разрывать шкуру найденных в море погибших животных. Во многих районах Арктики в период размножения можно встретить морскую птицу – короткохвостого поморника. Это близкий родственник чайковых птиц. Яркий представитель семейства поморниковых. В арктических районах он также распространен. Используя виртуозный маневренный полет, поморник приспособился ловить мелких птичек и отбирать корм у других птиц. В начале 20 века поморы называли его «разбойник», «фомка», «исправник». Эти названия отражали воровской и разбойничий характер поведения птицы. Много времени поморник проводит в воздухе, устраивая игры с догонялками. Полеты сопровождаются характерными криками, напоминающими крики кошек. Поморник активно защищает гнездовую территорию от врагов, нередко нанося нарушителю удары лапами. При появлении хищника он либо атакует, спикирование ударяя лапами, либо активно имитирует подранка, сопровождая демонстративное поведение птенцовым писком. Белая куропатка. Эта птица дает интереснейший пример приспособления к жизни в тундре – сезонную смену окраски. Зимой, когда тундра под снегом, куропатка белая, и только крайние перья хвоста черные. На снегу ее почти не видно. Взлетевшие стайкой птицы должны держаться кучно, и черные перья хвоста служат им знаками, позволяющими не терять друг друга из виду. Весной оттаившие участки тундры создают мозаику белого и рыжего цветов. Самки начинают откладывать яйца. Им важна уже незаметная окраска, и они надевают рыжий наряд. Самцы получают новую роль. Им нужно отвлекать врагов на себя. И самцы облачаются в удивительно броский наряд. Шея и крылья белые, а грудь и спина коричневые. Такой самец, сидящий на холмике, виден за полкилометра. Полярные птицы выстилают свои гнезда слоем пуха. Особенно знаменит гагачий пух. Он очень теплый и легкий. В одном килограмме гагачьего пуха почти миллион перьев. Сколько же сил и времени нужно, чтобы добыть столько пуха из птичьих гнезд? Не случайно во всем мире его собирают за год всего около 4 тысяч килограммов. Весь годовой урожай может увезти один небольшой грузовик. Поэтому настоящий гагачий пух – дорогая вещь. Его даже называют «золотым руном» северных морей. Куртки, одеяла и спальные мешки на гагачьем пуху входят в экипировку профессиональных полярников и альпинистов, поднимающихся на самые высокие вершины. Море дает огромное урожай одноклеточных. Если поблизости на побережье есть удобные и достаточно укромные места для гнездования, там поселяются огромные скопища птиц. Так возникают птичьи базары. Работают птичьи базары только летом. Ведь полярные птицы питаются преимущественно рыбой и планктоном. И обычно прилетают в Арктику в мае, когда появляется чистое от льда море. Здесь на неприступных для врагов местах они высиживают и выращивают потомство. А осенью улетают на юг, чтобы следующей весной вернуться на родные места. Знающие люди не рекомендуют без особой нужды приближаться к птичьим базарам. По мере приближения причины этого становятся очевидными. Сначала сигнал тревоги подает обоняние. С каждым шагом все более невыносимо и становится чудовищная вонь. Уши закладывают от непрекращающегося свиста, визга, крика и воплей. А уж если вы имели неосторожность подойти ближе, то нужно раскрывать зонтик. С неба на вас в самом буквальном смысле польется поток нечистот. Мало того, многие из птиц вполне серьезно относятся к родительским обязанностям и почитают своим священным долгом с диким воплем накидываться на непрошенных гостей. А клювы у них здоровенные. Если вас заинтересовала данная тема, предлагаем вам рекомендательный список литературы. Спасибо за внимание!